Друзья, хорошим вступлением к моей проповеди был псалом сестры Наташи. Она, видимо, знала, о чем я буду проповедовать, ну и тоже подготовилась и поучаствовала. Мы с вами живем в неспокойное время, время переживаний, задаемся вопросами, Господи, а как будет дальше, а что нас ждет, как нам дальше жить. В настоящее время глаза всего христианского мира, да не только христианского мира, а всего мира обращены на Израиль и то, что происходит здесь, на Ближнем Востоке. Я думаю, что вы получаете массу смс-сообщений, звонков от ваших родных, близких, друзей, ну как вы там, ну что вы там, ну как у вас дела. Я думаю, что вы получаете массу предложений переехать, уехать, переждать, где-то пересидеть. Когда начались военные действия в Израиле, мне сестра позвонила из церкви, да и говорит, Владислав, ты где будешь? Я говорю, я буду здесь, я дома. Вот, и не планирую никуда уезжать. Я понимаю, что вопрос этот, он волнует многих, и действительно мы переживаем. Переживаем, потому что, когда ты слышишь то, что происходит, военные действия где-то, это одно. А когда ты находишься в непосредственной близости с военными действиями, это совсем другое. А когда ты находишься в эпицентре всех тех военных действий, то, скорее всего, это, наверное, третье. Конечно, опасения наших друзей, родных и близких, они не беспочвены. Потому что, конечно, это военный конфликт, это переживание, это когда ты не знаешь, что будет завтра. В эти дни мы с вами, вместе с израильским народом, переживаем, молимся, пытаемся помочь нуждающимся, ищем какие-то пути, возможности, спрашиваем. А может быть, мы действительно кому-то можем помочь в это тяжелое время. Мы плачем, сопереживаем, боимся. И проверяем свои сердца. Конечно, в это время, в это время хорошо нам поразошлять о своем духовном состоянии, о своем хождении пред Богом. В это время мы молимся и за израильский народ, молимся о мире в Израиле, о том, чтобы и сердца правителей, начальствующих, и сердца израильского народа к Богу обратились, который есть источник всех благ и у которого все находится под его святым контролем. Где-то в глубине наших сердец мы задаем вопрос, и этот вопрос, он нас тревожит. Господи, а что будет дальше? Может быть, это уже все? Может быть, скоро конец? И подобных вопросов у нас очень много. И очень часто эти вопросы, они остаются неразрешимые, они уходят куда-то на второй план, потому что все равно жизнь идет, дети, значит, повседневные заботы. У кого-то еще есть работа, тот работает, наверное, у всех есть пока работа. Да, и эти все вопросы, они понемногу отодвигаются на второй план. В это время мы должны быть особо близки к Богу, друзья, и должны проверить все состояние духовное, приводить в порядок свою жизнь, жизнь своих детей, беседовать, молиться с ними. Меня часто спрашивают, Владислав, а как ты думаешь вот все, что происходит в Израиле? Вот ты думаешь, это все? Ну, лично я думаю, что не все. Но это мое мнение, это не все. Но это признаки, которые указывают на то, что будет все. И по всей видимости, скоро весь мир встанет на старт, дистанция которой будет всего лишь 100 метров. И эти 100 метров серьезные спортсмены пробегают очень быстро, где-то в пределах 10 секунд. В это же самое время многие христиане, проповедники записывают обращения, проводят подкасты, готовятся к проповеди о событиях последнего времени, о том, что происходит в Израиле, исследуют пророчества. Сейчас посмотрите, Ютуб просто наводнен этой информацией. И я думаю, многие из вас, наверное, слушают, переживают, планируют получить для себя какие-то ответы. Вот эти все подкасты, все проповеди, все рассказы об Израиле, конечно, они стимулируют и нас тоже вникать в Писание, сравнивать, размышлять и думать, действительно, что все-таки происходит и как это все понимать. Есть еще одна категория людей, которым все равно, что происходит в Израиле. Да, они к этому относятся достаточно спокойно. С библейской точки зрения, в их понимании, Израиль утратил свое положение и ценность в очах Господних. И то, что происходит здесь, ну, это типичный конфликт на Востоке, на Ближнем. И все к этому уже привыкли, что в Израиле периодически возникают такие вооруженные конфликты. Такой вот разнополярный христианский мир. И я задал себе вопрос, что же все-таки с Израилем будет, как это все понимать. И есть просто некоторые мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться где-то о вас, укрепить, утвердить, чтобы для кого-то это было ободрением. Друзья, войны будут сопровождать Израиль вплоть до пришествия Господа Иисуса Христа. От этого никуда ты не уйдешь. Так и будет. И Священное Писание нам об этом говорит. И понятно, что Израиль находится в эпицентре всех этих событий. Посмотрите на карту, кто окружает Израиль, какие у них планы, цели, намерения. Я соглашусь с той мыслью, что прежде всего нужно смотреть в разрезе, это духовная война идет. Духовная война, и она всегда будет направлена против Израиля. И потом все это выражается, вот такие физические воздействия. Израиль был, Израиль есть, и Израиль будет. Точно будет. И Израиль все так же представляет ценность в очах Божьих. Кто бы что не говорил. Потому что это его народ, и он любит свой народ. Может быть для кого-то режет слух, но как Израиль может быть народом Божьим, если в нашем представлении народ Божий это церковь, это верующие, те, которые уверовали в Иисуса Христа. Да и аминь. Я с этим полностью согласен. Но Израиль имеет статус народа Божьего. И этот статус, он не на пустом месте. Сам Бог определил этот статус. И об этом я хотел бы просто немножко поговорить. Выбрать тексты из Писания. Потому что я читаю Писание, вы читаете Писание. Мы все люди разумные. У нас есть способность думать, размышлять, сравнивать, делать какой-то анализ. Да, мы просим читать в контексте. Да, мы просим учитывать все, что Бог говорит. Друзья, но читая Писание, изучая его, я просто по-другому не могу понимать. Ну, это лично я. И таких людей, как я, очень много. Но в то же самое время я встречаю, у меня даже их мои хорошие знакомые, которые понимают не так, как я. Которые понимают совершенно по-другому. Читая Священное Писание, читая эти тексты, я думаю, или ему закрыто, или я что-то не понимаю. И такое, к сожалению, бывает. Значит, Господь избрал Израиль из всех народов, живущих на земле, в свой удел и вошел с ними в заветное отношение. Я читаю, это исход 19 глава, с 3 по 6 текст. Моисеев зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израиля. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля». Друзья, но я этого не придумал. Так написано в Священном Писании. И все тексты, конечно, я не буду приводить, их очень много. Я просто для того, чтобы мне легче было найти, я, в принципе, определился с двумя книгами. Это Иса и Иеремия. Чтобы там находить эти тексты, для меня это будет очень удобно, это будет близко, и я не буду занимать ваше время недолго. Друзья, еще задолго до этого Бог когда-то разговаривал с Авраамом. И Бог Аврааму что-то пообещал, да, и мы коснемся, конечно, этого. И вот то, что Бог пообещал Аврааму, это непременно сбудется, потому что Бог – это Бог всей земли, это владыка всей вселенной, который говорит слово, и это слово, оно имеет силу, оно обязательно исполнится. Так не бывает, что Бог что-то сказал, а оно не исполнится. Так не работает у Бога, это у нас так работает. Мы сегодня сказали, а завтра мы забрали. И сказали, ну, у нас не получается, поэтому мы слово забрали, да, у нас не получится. Или мы пообещали, и мы что-то не сделали. Почему? Потому что мы люди, сфера наших возможностей, она ограничена. Мы не все можем. Очень много составляющих, которые нам могут это помешать. Если сказал Бог, ему ничто не может помешать, никогда и нигде. Если сказал Бог, оно непременно исполнится. Сто процентов оно исполняется. Книга Бытие, 15 глава, 18 текст. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потом, что Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Друзья, Бог обозначил и границы Израиля. Вот Бог обозначил границы владения Израиля и сказал об этом Аврааму. Кстати, если мы читаем с вами этот текст, Израиль еще никогда не жил в обещанных Аврааму границах. Никогда не жил. Да, возможно будет жить, не знаю. Я верю, что Слово Божие, оно всегда исполняется, и оно не тщетно. Возможно, даже в обозримом будущем Израиль расширит свои границы. Я не знаю. Но если сказал Бог, определил границы израильскому государству, значит, такие границы будут, и Израиль будет жить в пределах этого государства. Быть есть 17 глава 7 и 8 тексты. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими и после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомком твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом». Друзья, когда мы читаем Священное Писание, в принципе, и весь христианский мир, они понимают однозначно, кому эта земля принадлежит, кому Бог обещал эту землю. Бог пообещал Аврааму и потомкам. И эта земля, она действительно принадлежит израильскому народу. И сам Израиль, он принадлежит Богу. Дальше Бог, он декларирует Вечный Завет с Израилем. Он провозглашает. Это отмечено в Священном Писании. Я не знаю, как это просто можно не видеть. Смотрите, книга пророка Исаии. Я прочитаю 43 главу 20 и 21 тексты. «Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Друзья, кто читает Писание, вы, думаю, ясно должны представлять и понимать, что свою государственность израильский народ получил, когда вышел из Египта. «Гору Синаи», помните, закон. Значит, то есть все. Вот Бог дал уставы, Бог дал закон. Израильтяне все разговаривали на одном языке, все друг друга понимали. И Бог их ввел в эту землю обетованную, которую обещал. Кстати, Бог обещал Аврааму. После этого Он то же самое пообещал Исааку, а потом Иакову и Моисею. Я просто все тексты эти не привожу. Их довольно-таки много. То есть Бог не только Аврааму сказал об этом, Он еще сказал Исааку, потом Он сказал Иакову, а потом еще и говорил и Моисею, о том, что израильтяне придут в эту землю и будут в этой земле жить. Так мало того, это мой народ. Я избрал этот народ. 44.21 я прочитаю. Смотрите, как Бог обращается к этому народу, говорит, ты мой раб, я тебя образовал, ты мой, только, только ты не забывай меня. Да, были заветные отношения, и читая Священное Писание, мы часто это видим, где Бог говорит, вы должны быть послушны, вы должны исполнять Мои заповеди, вы не должны служить чужим другим богам, и если вы так будете поступать, ваша жизнь, она будет благословенна, я буду хранить вас, я буду пасти вас, я буду вести вас, вы будете Моим народом. Что вы должны делать? Вы должны проставлять Мое Святое Имя среди язычников, среди неевреев, люди, которые живут рядом. Они должны видеть, они должны понимать, что есть Бог, который силен все творить, который управляет всем, что есть на этой земле. Иеремия 31 глава, прочитаю два текста, 35-36, «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь сова в имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда». Друзья, для того, чтобы Израиль перестал быть народом Божьим, мы должны не видеть луны и звезд. Вот если этого не будет, тогда мы об этом можем говорить, чтобы, по всей видимости, Бог убрал, забрал у Израиля статус народа Божьего. Но пока есть луна, пока есть звезды, пока есть этот цикл работы, все эти законы, которые установил Господь, Израиль не прекращает быть народом Божьим. Это тот народ, который он любит, это тот народ, с которым он еще будет заниматься и много будет говорить. История израильского народа, она не сокрыта от людей, живущих на земле. Достаточно открыть священное писание и посмотреть, а кто такие израильтяне, кто такие евреи, кто такой израильский народ, чем они занимались, что они делали, какая их история. Это удивительно, друзья, когда я об этом думаю, я вспоминаю, что есть люди, которые хотят проследить жизнь какой-то народности. Для этого нужно очень много потратить времени, поискать каких-то документов архивных, у кого-то что-то спрашивать, то есть в поиске, в поиске, в поиске, и так часто, что концов не могут найти. В отношении израильского народа все ясно, все явно. Священное писание открываешь, читаешь, и ты видишь, как жил израильский народ. За непослушание и служение другим богам великий Бог изгоняет свой народ из земли обетованной и рассеивает их по всем народам, которые живут в этом мире. Но на этом история израильского народа не заканчивается. У Бога есть свои планы по отношению к Израилю. Иеремия, 29 глава, 11 текст. Интересный текст, мы очень часто оставляем его в пожелании. Мы очень часто этот текст цитируем, когда люди находятся в трудных ситуациях, в трудных обстоятельствах. Но, друзья, этот текст, прежде всего, относился к израильскому народу. И там написано так. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. «Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами», говорит Господь. Ну и дальше там уже другие слова, которые мы прочитаем попозже. «Только я знаю намерения о вас», говорит Бог. «Только я знаю, что для вас будет лучше. Только я знаю, как вас вести, как вас хранить в этом мире, там, где вы рассеялись. Бог знает каждого, друзья. Сейчас люди ломают голову, кто из какого колена, где там израильские колена рассеялись, где эти два колена, которые живут здесь, вот как, кто, какие фамилии, все. Друзья, мы не найдем этого, Бог это все знает. От Него это не сокрыто. Почему? Потому что это его народ. Я думаю, что через эти тысячелетия Бог знал, Бог все видел, и Бог хранил свой избранный народ для того, чтобы потом их собрать всех здесь. Проходит более 2000 лет, и Бог включает механизмы сбора евреев со всего мира на свою историческую родину. Это происходит удивительным образом. Многие даже не понимают, как они оказались здесь. Многие думают, а зачем я вообще сюда приехал? А вот у меня возникла какая-то мысль сюда приехать. Кто-то вдруг ощутил какую-то потребность, я с человеком разговаривал. Вот, говорит, загорелось во мне, вот надо ехать, надо ехать в Израиль. А почему? Вот там мой дом. С чего ты это взял? Вот горит все внутри, и все у меня. Подтвердил, да, свое еврейство, и приехал сюда, и живет здесь. Вот кто действует, друзья? Я понимаю однозначно, так действует Бог. Кому-то трудно было в жизни. Какие-то большие проблемы, переживания. Обзывали постоянно евреям, гнали, притесняли. Собрался человек и сюда приехал. У кого-то по-другому. Но вот как-то Бог действует, да. Где-то войны какие-то пошли, какое-то неустройство. Когда начинались военные действия, кто-то сказал, вот увидите, евреи все равно будут виноваты. В конце концов. Ну, так и получилось. И люди собираются, и люди сюда переезжают. Люди приезжают сюда почувствуют, потому что, в принципе, как это звучит, не парадоксально, но здесь самое безопасное место для евреев. И я это понимаю. Вроде бы кажется, куда ехать, тут вроде бы стреляют, а все равно тут безопасно, потому что все свои. И тут все поставляют другу плечо. И все друг за друга молятся, помогают, переживают. И это приятно ощущать. Это такое родство, которое, наверное, можно ощутить только в духе, где-то там, внутри. А потом рождение израильского государства, книга пророка Исаии, известный текст, 66 глава, 8 стих. Для многих это известный текст, я его сейчас прочитаю. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Кто слышал такое? Получалось ли такое, что государство возникало в один день? Друзья, для меня однозначно, что это пророческое слово. И в 48-м году образовалось государство Израиль. Ну, для меня это однозначно, я просто по-другому не могу понять. Я встречаю тех христиан, которые отрицают этот текст, как пророческий. И говорят, это просто совпадение. Это просто группа сионистов. Вот они образовали государство. У них получилось, путем различных каких-то махинаций, договоров, помогли другие государства и так далее. И вот создается государство и на следующий день война. Соотношение 1 к 30. Но это да, это просто немыслимо так. Для меня очевидно, я думаю, и для многих тоже, что читая священное описание, мы видим, что так оно должно быть. Почему? Потому что Бог включил свои механизмы. Появилось государство, есть земля. Все, теперь можно возвращаться. И Бог запускает этот удивительный и сложный механизм. Вот с 1948 года люди едут, 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 едут. Скажите, за этот промежуток времени население Израиля хоть раз уменьшилось, да, остановилось или только растет? Вот что бы ни говорили, оно все время растет. Друзья, мы-то здесь живем и понимаем, что жизнь тут далеко не легкая. Тут трудновато жить, честно говоря. Трудновато жить. Да, есть те государства, где жить намного легче. И в принципе, у многих есть возможность туда уехать. Есть. Да, и есть люди, которые туда уезжают. Но у меня всегда вопрос, и я уже об этом говорил, а зачем вам уезжать, чтобы потом опять приезжать сюда? Вот для чего? Я просто смысла не вижу такого. Если Бог собирает свой народ сюда, зачем вам уезжать? Но если не вы сюда вернетесь потом назад, так дети ваши. А если Бог продает дни жизни, то внуки все равно сюда приедут. Почему? Потому что Бог собирает свой народ. Бог обещает собрать Израиль. И в Священном Писании мы находим такие тексты. Иеремия 31 глава, я прочитаю с 10 по 12 стих. Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, истекутся к благостыне, Господа, к пшенице, вину и елею, кагнцам и валам, и душа их будет, как напоенной водой в сад, и они не будут уже более томиться. Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, написано, и будет его охранять. Давайте я еще прочитаю. Иеремия 23 глава, я прочитаю третий текст. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их. И возвращу их во дворы их. И будут плодиться и размножаться. Седьмой и восьмой текст. Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилей из земли египетской. Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, из всех земель, куда я изгнал их. и будут жить на земле своей. Друзья, ну как можно эти тексты понимать по-другому? Как их можно интерпретировать по-другому? Для меня все это очень сложно. Ну давайте еще прочитаю пару текстов. Иеремия 16 глава 14-16. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут... А, я читал только что, да это? Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилей из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли северной, из всех земель, в которую я изгнал их. Ибо возвращу их в землю, которую я дал, Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом я пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья и скала, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. То есть, друзья, смотрите, Бог говорит, все равно соберу, охотники, рыболовы, все равно они не сокрыты все от очей моих, я их всех знаю, и неправда их тоже не сокрыта. То есть, Бог прекрасно понимает, что хоть они и народ Божий, но эти люди оставили Бога, живут в различных грехах. Давайте еще прочитаю один текст, это Исайя 49, 12-16, еще один хороший текст. Исайя 49, 12-16. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной. Друзья, читая эти тексты священного писания, я понимаю, что у Бога есть план. Этот механизм, он в действии, он работает. До конца, конечно, мы его не поймем. Я думаю, он очень сложный. Многие евреи не хотят сюда ехать. Почему? А хорошо живут. Хорошо живут, хорошо зарабатывают. Материальное устройство, высшее образование. Люди достаточно умные. Какое-то в обществе имеют вес. Конечно, я разговаривал с одним другом, он у меня в Киеве живет. Человек далеко не бедный. Все родственники живут в Тель-Авиве. Когда началась война в Украине, он, все, Влад, я приезжаю. Я говорю, давай. И тишина нет. Я ему пишу, ты где? Он говорит, отложил пока. Что-то так налаживается все. Я говорю, приезжай. Он, нет, ты что, дом в Киеве построил? Бизнес у меня пошел? Нет. Я буду там. Я говорю, ты все равно приедешь. Рано или поздно ты все равно приедешь. Приезжай сейчас, пока еще более-менее молодой, еще можешь тут что-то успеть, где-то устроиться. Да нет, приезжать сюда мыть посуду не хочу. Друзья, и многие так. Многие так. Конечно, тяжело. Конечно, трудно. Мы не знаем, какой Бог запустит механизм по отношению к таким людям. Но я знаю, что они все равно приедут. Не знаю, как. Антисемитизм возбудить очень легко. И мы были свидетелями этому. Это делается все очень быстро. Довольно-таки короткое время. У Бога есть методы. У Бога есть способы, как евреев привезти сюда. Но он их здесь соберет. Соберет, потому что у него есть цель. Друзья, мало того, Бог еще обновил завет с израильским народом. Вот смотрите, Иеревия, 31 глава, 31 текста. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспоминал более. Друзья, будет новый завет. И когда соберется сюда Израиль, наступит такое время, когда Бог заключит с ними новый завет. Не тот завет, который был когда-то, когда они вышли из земли египетской на горе Сина. Нет, другой будет совершенно завет. И Бог об этом говорит, что он будет. Но Бог хочет всех собрать для того, чтобы заключить новый завет. Для того, чтобы израильский народ спасение получил. Потому что у Бога есть свои планы по отношению к этому народу. Да, Бог хочет спасти. Поэтому Бог и собирает. Потому что спасение в других государствах мира на каком-то этапе будет невозможным. Просто невозможным. Почему? Потому что сейчас спасаются не евреи в основном. Сейчас спасаются язычники, которые к Богу приходят, в церковь ходят. Да, и евреи тоже спасаются. Но основная масса, она живет вне спасения. И Бог собирает их сюда. Для того, чтобы открыться им и дать им шанс. Для того, чтобы народ его принял спасителя. Принял Мессию. Покаялся и смог спастись. Конечно, не все. Друзья, конечно, не все. Те, кто примут. Те, которые будут разумны. Те, которые увидят. Те, которые останутся живые. Потому что то, что будет здесь еще в обозримом будущем. Но оно не сильно внушает много радости. Будут трудности. Будут переживания. Будут еще военные действия. Все будет. Но я твердо убежден, что для евреев самое безопасное место это здесь. Это здесь. Это в Израиле. Еще один текст прочитаю, друзья. И предложу вам помолиться. Это книга про Рока Захарий. Интересный текст. Который мы уже не раз здесь приводили с вами. Пророческое слово Господа об Израиле. Вот я сделаю Иерусалим. Чашу иступления для всех окрестных народов. А также для Иуды во время осады Иерусалима. И будут в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Соберутся народы. Соберутся войска. И придут сюда. Для того, чтобы истребить Израиль. Но ничего совершенно не получится. Вы знаете почему? Потому что сам Господь будет сражаться за израильский народ. И поразить всех врагов. Да, это будет будущее. Такое будет. А на дом Давида и на жителей Иерусалима из-за людей благодати и умиления. И они возрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о мне. Вот так написано. Друзья, вот это кульминация. Вот для чего Бог собирает израильский народ. Чтобы предоставить им возможность посмотреть. Вот я. Тот, которого вы пронзили 2000 лет назад. Тот, которого вы распяли. Вот я. Я даю вам еще один шанс. Приходите ко мне. И будут плакать. И будет великое покаяние. И будет великое обращение. А потом тысячелетнее царство. Друзья, да благословит нас Бог. Правильно понимать все пророчества. Да благословит нас Бог. Правильно понимать и нашу роль здесь. Друзья, да, мы спасенные. Мы в числе церкви. Слава Богу. И думаю, что многие события, которые описаны, церковь уже не увидит. Но давайте сейчас молиться об израильском народе. Давайте сейчас, кто может, открывайте им глаза. Говорите, свидетельствуйте. Просите мира Иерусалиму. Друзья, давайте здесь вместе. Плечом к плечу подвизаться о том, чтобы прославить Бога. И самим быть готовым ко встрече с Ним. Друзья, да поможет нам Бог укрепиться этими текстами. Не переживать и не думать, что все. Израиля не будет. Израиль разрушат. Израиль развалит. Израиль погибнет. Нет, друзья. Он будет стоять. Об этом нам говорит Священное Писание. Слава Богу нашему. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Слава Богу. Спасибо. Спасибо.